Итак, я беру 175 граммов сливочного масла, мягкого, 140 граммов сахара, начинаю взбивать масло с сахаром. Как только мы видим, что образовалась однородная масса, я начинаю добавлять сюда 3 желтка. Я отделила желтки от белков. Добавили 3 желтка. Потихонечку добавляем, вводим 50 граммов из молотого измельченного миндаля. Любой другой орех, ну вот, например, фундук подойдет. Наверное, кедровый не очень, во-первых, он слишком жирный, во-вторых, все-таки аромат немножко будет, ну, мне кажется, порогу мешать. Но фундук грецкий, можно даже попробовать с кяшью, тоже будет интересно. Так, теперь у нас этот творожник лимонный. Я приготовила цедру двух лимонов. Добавляем сюда. И сок тоже двух лимонов. Если лимоны очень сочные, у меня лимоны и сочные, и ароматные, если лимоны сухие, ты знаешь, может быть, даже 4 понадобятся. Ну, тут вообще мне творог нравится в сочетании и с цитрусовыми, и с ягодами, и со сметаной. И даже с шоколадом, интересно, может быть. Ну, и так, сок двух лимонов мы добавили. Продолжаем взбивать. Творожник, безусловно, должен быть пышным. И для меня, ты знаешь, вообще секрет пышной выпечки – это разрыхлитель. Между прочим, если ты любишь аромат ванили или шафрана, то тут это тоже будет уместно. Существует разрыхлитель с шафраном и ванилью. Поэтому можно тоже поэкспериментировать с ароматами, тем более, что с лимоном это все очень здорово дружит. И здесь мне нужна чайная ложка сверху этого разрыхлителя. Соединяем. Отставляем в сторону. Вот же, вот же. Оп-ля, посмотри, какая красота. Тесто почти готово. Почти, я говорю, потому что здесь у меня отделенные белки. Взбиваем их в крепкую пену. Взбиваем вот в такую красивую, пышную, видишь, нежную, воздушную пену. Но не перебить, чтобы она осталась такой вот не сухой, а гладкой и нежной. И, конечно, прежде чем мы будем добавлять белки в тесто, мы с тобой должны добавить муку. Потому что какая же выпечка без муки. Она очень мелкого помола. Она такая, посмотри, нежная, воздушная. Даже не нужно ее просеивать. Она и так в таком идеальном состоянии. И добавляя ее в тесто, мы просто вот так вот оп- и все. Понимаем, что все у нас с тобой получится. Теперь мы сначала вводим вот так вот, вмешиваем муку. Всего 100 граммов муки нужно. Ну и, конечно же, творог. Я специально его не измельчаю в блендере. 250 граммов творога. Потому что я хочу, ну, мне так нравится, я обожаю эти крупинки творожные. Но если ты любишь, чтобы было все более однородное, чтобы твой творожник напоминал скорее чизкейк, чем творожник, тогда, конечно, можно все вместе пробить блендером или перетереть как следует творог с сливочным маслом через сито. И вот теперь, чтобы воздушность усилилась, мы добавляем взбитые белки. Половину, как обычно, приносим в жертву, не церемонимся. А вот оставшиеся белки будем вводить аккуратней, гораздо аккуратней, спокойней. Ну, и так, мне кажется, никуда не торопимся. У нас чудесное утро выходного дня. Ну вот, тесто готово. Дальше я беру небольшое количество сливочного масла, смажем форму и выкладываем в смазанную маслом форму тесто. Если хочется этот рецепт каким-то образом сделать более нарядным, то можно испечь, например, два коржа и переложить эти коржи потом или там сметанным кремом, например, или свежими ягодами с пудрой. Ну, это особенно, конечно, когда уже будет дело летом, то это вообще идеально. Сейчас-то, конечно, ягоды, хоть они вроде бы и есть в магазинах, но мы же понимаем, что это они далеки от идеала. Ну, в принципе, вот такая вот очень, на мой взгляд, простая, но не менее вкусная и эффектная история у нас с тобой получается. Температура в духовке 190 градусов. Духовка желательно, чтобы была уже разогрета. И выпекаем мы этот творожник недолго, минут 40-45. Продолжение следует...